здравствуйте уважаемые любители ножей зрители нашего канала наши подписчики сегодня я хочу напомнить что у нас есть вот такая вот модель называется нож охотничий с крюком сразу хочу сказать как охотничий нож это нож конечно абсолютно не в моем вкусе хотя обдирать им можно и вот крюк вот этот вот для и для спарывания брюши брюшины и для для срезания камуса для спарывания шкуры на ногах во время разделки зверя ну крюки такие есть много где но история создание этого ножа на самом деле ничего общего не имеет с охотой дело в том что как-то смотрели в интернете есть игра для скажем так виртуальных пользователей я в этом не силен контра страйк по моему она называется и там люди приобретают виртуальное оружие виртуальные ножи бегают там что-то стреляют махают ну я так вот утрирую и там предлагаются различные ножи вот предлагаются различные ножи в том числе что-то наподобие нашего берсерка керамбиты всевозможные ну и вот один из популярных ножей которым с которым там все бегают вот такой но пару раз на охоте в глохи в костромской области я видел егерь обдирал лося примерно таким ножом ну плюс минус такого же размера вот тоже с крюком тоже с какими-то вот этими штучками ну почему он и обдирал всего скорее кто-то из гостей привез подарил и он его просто сам для себя испытывал вряд ли это его любимый нож потому что в принципе это не наш стиль это все-таки это нож это нож в общем из той игры хотя он скопированный с баковского ножа насколько я понимаю но мы-то и вообще копировали с картинки интернете вот которая используется в этой игре это уж копировали а посмотрели вот что из него можно сделать на нем стоит 65 к 13 и скажем так то же самое что на берсерте на нашем стоит нож в принципе я не знаю вряд ли это можно профессиональному охотнику рекомендовать хотя вот канада европа там как ни странно вот что то такое иногда популярно но мы сейчас не об этом есть такая модель не могу сказать что ее очень здорово покупают но это все таки не просто еще раз будет я нарисовал это вот именно нож нож из этой игры и там он как бы позиционируется как охотничий нож точнее как такой подручный инструмент который вроде как на все случаи жизни он там и как оружие и как не оружие на самом деле конечно ну по большому счету это такой хозяйственный нож общего назначения и в основном им можно что-то рубить я не знаю вот мы сейчас возьмем посмотрим как это будет выглядеть он тяжелый вот сухое березовое колено главное не промазать надрубить себе руку или пальцы вот вот это вот такой вот инструмент в отличие скажем от того же берсерка я бы его не стал называть совсем бесполезным потому что там рубить например можно вот я им перерубаю сухое березовое полено причем делать им это очень удобно кто скажет топором быстрее конечно я как просто показываю возможности этого инструмента причем при ударе очень интересная развесовка то есть как такую маленькую полу мачете рекомендовать можно не могу сказать насколько этот нож удобен на разделке мне это будет точно неудобен а вот люди кто разделывают редко на ходе на ход приезжают все таки кошки для палатки все-таки сухая береза вот стоишься пятка вот как бы вот эту часть надо пробовать конечно как так вот как конечно это футбол вот Сырая конечно Возьмотина здесь за вас Картон Понятно, что это не какой-то там супер заступляющий Просто я показываю, что в принципе резать им можно Не странно Толстый, мощный По картону эта штука не очень хорошо идет Не знаю, эти крючки вообще не очень А так Штука мощная, надежная Накладки сделанные с выпусками Видите, с такими Это очень много импортных ножей Так делается И вообще в этом есть определенная мудрость Вот когда мы делаем накладки Делаем Особенно на деревянных плашках Подгоняем Ну не на этих ножах Я говорю вообще Подгоняем полностью Получается вот что Деревяжка все равно усадку дает И бывает вот начинают эти блестеть края А здесь как бы изначально он задуман Что накладки уже То есть вариант беспроигрышный Вот так Так Это вот называется Как вот это У продвинутых Называется это Батонить Конечно, я не знаю, почему батонить Вот на батон Вот это очень плохо похож Вот что значит Я уж не умею батонить Поздно, но Начинать-то Так Ну-ка Раззабатываем Вот так Все Я скоро тоже буду Уметь Я вам показываю Что Данная конструкция Данного инструмента Как вы видите Очень надежная Сухая береза Поперек волокон Короче Не знаю до конца он Добатонится ли Батонится Батонится Вообще Вот то, что я делаю В принципе Ни один нормальный пользователь Это делать не будет Но я знаю Что многие Мечтают Свой нож Проверить Вот именно так Вот так сказать Организуем Мечты Как бы его Снять Вот конечно не бумага Дорубить его Так и назовем Батоним Батоним Сухое березовое полено Вот мне интересно А в чем батоним В чем не колбасим Это называется Не колбасим Это другое Немножко Напоминаю Сталь 65Х13 Правильно Сделанное О Батонится Чем только не начнешь заниматься Главное Чтобы нравилось Нашим зрителям Заодно и нож проверяется Я хочу обратить внимание Это мало того что сухая береза Я бью поперек волокон Все Добатонюю Все Добатонюю Ну я надеюсь Сейчас защитники природы Мне ничего не скажут Хотя Не знаю В прошлый раз Сухое дерево рубил Претензии были Я знаю почему Потому что некоторые Защитники природы Они думают Что сухое дерево Это Не в смысле дерево высохло А это порода дерева такая И что они Верят в то Что вот дерево высохло А потом Пройдет дождик И оно зеленеет Потому что в компьютере Ведь там так Там Такие моменты есть Сказочные Они не понимают Что сухое дерево В лесу Это всего лишь дрова Также они не понимают К сожалению Что дерево Которое Упало Сломилось Упало Назад тоже не поднимается Это только в компьютере бывает Ну и еще бывает Не только в компьютере Вот это Вот И это тоже Не знает И вот Тоже пользуюсь случаем Уж Раз я про деревья Начал разговаривать Один человек Там Мне в комментариях Написал Вот я нафига Иду в лес Показываю Там тест топора Я вот этого показывал На валке дерева Он говорит Вот лучше бы в баню Дров наколол Пользы было бы больше Я хочу объяснить Следующее Первое Во первых Для валки дерева И для Колки дров Топор должен быть Это немножко разные топоры Надеюсь Спорить никто не будет Тому пример Топор и колун Это раз Есть Более-менее универсальные вещи Согласен Вот А второе У меня как у любого нормального человека Дрова записаны Минимум на год Я их один раз привожу Пилю Колю И укладываю А не как срать Так и щепку искать Ой Пардон Бумажку Вот Не как срать Так и бумажку искать Вот Что было Разрубали мы Вот такое Очень сухое березовое полено Вот видно срезы Срубы какие Что с ножом Что с ножом Ну Во первых Нож выдержал Самое главное в данном случае Именно Чтобы он не дал трещину Ну вернее Если были какие-то скрытые дефекты металла Нужно понимать Что нож бы сломался Все кто С ножами имел дело Он это знает Это раз Во вторых Рабочая часть Не пошла Абсолютно Никакой гофрой Это тоже говорит О правильной термообработке Не я себя хвалю Я вам говорю Констатирую Но Ну да Здесь есть небольшие Вот они Заменщики Ну я надеюсь Что все таки Во первых Их можно исправить А во вторых Я все таки надеюсь Что вы так Не своим ножом Сдеваться не будете Ну и Проблема Которая Вылезает На данной операции Уже вот На моей практике Когда я внутренние теста Какие то делаю Третий раз Это То что Плашки венги То есть Несмотря на то что Вот Вроде бы Казалось бы Ничего такое От вибрации Венги Да вот Трещина Вот она То есть Как бы Полностью ручка Не развалилась Ну Что Плашку надо менять Все Это говорит о чем Что на ножи Которые Будут использоваться Вот в таком В таком режиме Ни в коем случае Венги ставить не надо Нужно поставить Карельскую березу Или кап Или сувель Мне кажется Даже простую березу Вот Типа такой И то будет надежнее Венги Хороший материал Он Хорошо на кухонных Ножах Хорошо Он как бы Не берет себя влагу Если вы ножом Просто будете резать И не будете над ним Вот так издеваться Но если Именно Вот такая Сильная вибрация Жесткая То Это Вот Получается Это я вам говорю Ну Показываю Как есть То есть Вот Да Такая есть То есть Если Все таки В этом видео Вот на мой взгляд Что достаточно Ну Есть полезный момент Да Вот если вы У нас Не у нас Без разницы У кого то будете покупать нож И предполагается им Вот такая вот Нагрузка Силовая Там На убивание ножа Вы должны понимать Вот что Что Венги ставить Ни в коем случае нельзя Я сразу говорю Я тоже с этим сталкивался Его рвет от вибрации А если Венги поставить На топорище И кто нибудь Будет делать Топорище Из венги Я могу сказать Это Вариант Что вы Кого нибудь убьете Во время Валки дерева Очень большая Потому что Оно должно сломаться Пополам Сразу Из венги Вот Оно Хорошее Оно хорошее Это дерево Для своего А так Это очень колкое дерево Вот Ну а так Вот такой вот Жесткий тест Следы какие Срубы Нет Вперек Волоком Береза И осина Это Причем Уже Лет пять Этому полежку Гостяная Приобретайте Заказывайте Ножи Если Такой Нравится Такой Либо Из такой Стали Можем Сделать По вашему Чертежу Цена Нормальная Бюджетная Всего доброго До свидания Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Корректор Корректор Корректор